Не поворачивается язык сказать «добрый вечер», «добрый день», потому что вчера Россия совершила акт беспрецедентной, просто зверской агрессии по отношению к Украине. Казалось бы, два с половиной года широкомасштабная война России против Украины. Казалось бы, в Украине от российских ракет и от российского оружия, от российских солдат каждый день гибнут люди, украинцы. Но то, что произошло вчера, даже в самую больную фантазию, наверное, не могло залезть, потому что днём в центре красивого европейского города, Киева, столицы, в 21 веке российские ракеты целенаправленно, одна за одной, влетели в главную украинскую детскую больницу Ахмадед. Где в этот момент находились больные детки, больные раком детки, разрушено два отделения. Есть жертвы, конечно, есть жертвы. Завалы, не все завалы разобрали до сих пор. Я хочу сказать, что вот наутро президент Владимир Зеленский сказал о том, что в Украине за вчера уже 38 погибших. После этого была информация о том, что из-под завалов, а ведь не только больницу атаковали детскую вчера, и жилые дома в Киеве, и роддом, еще одну больницу. И в Кривом Роге было очень много прилетов. Так вот, 38 погибших, а сейчас я повторяю их больше, еще много людей продолжают оставаться под завалами. Мы не знаем, какой в итоге результат, плачевный результат именно этой вчерашней атаки. 190 человек ранены. Я хочу сказать, что сегодня и в Киеве, и в Кривом Роге объявлен День Жалобы, День Траура, День Скорби. Добрый вечер, друзья. Что еще можно сказать? Действительно, казалось бы, за два с половиной года удивить уже нечем. Нет, можно удивить, когда смотришь видео, как российские ракеты целенаправленно влетают в крупнейшую украинскую детскую больницу. Вы знаете, а чем еще можно удивить? Больше ничем, наверное. Больше ничем. А ты представляешь, вот я хочу нашим зрителям, ну ты представляешь, вот из тех наших зрителей, кто, ну вот, увидел новость, влетела в детскую больницу, жутко, плохо, но до конца не понимает вообще процессов и что там творилось. Да, мы сегодня специально вот не показываем эти фото и видео, я думаю, их видели все, тем более тема сегодня очень важная, мы сегодня очень много важного обсудим и расскажем. Поэтому я не хочу просто, чтобы Ютуб из-за этих жутких кадров, из-за агрессора России заблокировал или ограничил это видео. Я хочу, чтобы нас сегодня посмотрело как можно большее количество людей. Так вот вообще, друзья, вы представляете, что такое день в главной детской больнице, день в онкологическом отделении? Понедельника, понедельника утром. В филологическом отделении утро. Понедельника. Идут, когда идут операции, друзья. То есть ракета влетает тогда, когда детки на операционном столе под наркозом, под скальпелем, которых уже, извините, разрезали. И в этот момент российская ракета влетает в больницу. И в этот момент удар. И в этот момент смерти, кровь, дым, завалы. Несколько операций шло. Вот в момент удара, мы уже об этом знаем, параллельно шло несколько операций, которые украинские врачи героически, вот, кстати, когда по операциям смогли закончить. То есть просто вот, извините, зашить, в ручном режиме вести на, потому что, ну это же, вы представляете, что такое это аппараты искусственной вентиляции легких. Это аппараты для того, чтобы делать наркоз. То есть в ручном режиме перевести детей, как их перевозили вчера по разным больницам, другим, тем, кто выжил, тех, кто выжил. Я могу прочитать несколько реакций, Дима. Кстати, я посмотрела, как реагировала мировая пресса. Я не могу сказать, что после этого все западные издания вышли с передовицами, с заголовками, с сюжетами, вот, в первом просто, ежесекундном, вот, в первом сюжете и первом экране о жутком преступлении России против Украины. Байден, президент Америки, отреагировал на ракетный обстрел Украины и анонсировал встречу с Владимиром Зеленским. Он сказал, крайне важно, чтобы мир продолжал поддерживать Украину в этот важный момент и чтобы мы не игнорировали российскую агрессию. На этой неделе я буду приветствовать президента Зеленского и лидера в НАТО в Вашингтоне. Я встречусь с президентом Зеленским, чтобы четко заявить о нашей непоколебимой поддержке Украины. Он отметил, что на саммите НАТО объявят о новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь защитить города и гражданское население от российских ударов. Совет безопасности ООН рассмотрит последствия российских ударов по детской больнице в Киеве. Подчеркну, что происходит это на фоне того, что сейчас главный в Совете безопасности ООН заседает, председательствует страна-агрессор Россия, которая непосредственно это все и творит. Прокомментируешь или идем дальше? Нет, это важно. На самом деле важно понимать, что такие вещи не делаются в принципе без одобрения или приказа Владимира Путина. Это очень важно понимать. То есть не просто государство России, а лично Владимир Путин несет непосредственно ответственность за ракетные удары по крупнейшей украинской детской клинике. Это важно понимать. И это безусловно плюс ему туда в приговор в ГААГе. Теперь следующий вопрос. А с какой целью он это делает? Потому что у каждого действия, если оно только не случайное, а это действие, конечно же, не случайное, у каждого действия всегда есть цель. Кстати, я смотрел на него вчера, когда уже совершена была эта дичайшая атака, страшная атака. Он светился счастьем. Он выступал на ВДНХ там где-то. Он встречался с Нарендрой Моди. Мы поговорим на эту тему, я думаю, обязательно. Он излучал счастье. Он кайфует. Он кайфует. Какова цель? Здесь можно поговорить, порассуждать. Значит, я думаю, что поскольку оживился не мирный процесс, а попытки мирного процесса оживились, попытки, и появилось много разных вариантов окончания войны, Путин этим актом еще раз говорит мировому сообществу. Я буду разговаривать только на тех условиях, на которых я буду разговаривать. Я хочу то, что я хочу. А хочет он, значит, весь Донбасс, включая территорию, которая находится под контролем Украины, весь Крым, всю Запорожскую и Херсонскую области, включая территорию, которая находится под нашим контролем. А хочет он, чтобы Украина никогда не вступала в НАТО, сокращение украинской армии. Он хочет капитуляции Украины, если не... Зачем эти подробности? Он хочет... Нет, это важно. Понимаешь? Он хочет в Украину, он продолжает это хотеть. Алис, минутку. Минутку. Я говорю, что он хочет, он же озвучил это. Хочет он сокращение нашей армии. То есть он хочет, если не единовременной, как ему хотелось раньше, капитуляции Украины, то ползучей капитуляции Украины. Сначала вот так, потом мы отползем, значит, думает он, с нас снимут санкции, мы нарастим военное производство, нарастим армию, и тогда уже ударим по Украине так, чтобы она капитулировала раз и навсегда. Поэтому Западу, прежде всего, необходимо понять, что Путина интересует только капитуляция Украины. Путин хочет только всю Украину. Всю. Не какие-то отдельно взятые области, а всю территорию страны нашей. И Западу, который всё чаще проявляет миролюбие и склонность к компромиссу, это необходимо знать. Также Западу необходимо знать, что он имеет дело с совершенно оторванным чуваком, который понимает только язык силы. Такие люди всегда понимают язык силы. Кажется, он беспредельщик. Нет, только ему хорошенько покажи кулак или дай хорошо в зубы. Он сразу становится шёлковым. Это закон. Перед саммитом НАТО совершена эта атака. Это, конечно, знак. Эта атака совершена в день встречи Орбана и Си Цзинпина. Это, конечно, знак. Я такой. Я такой. И я буду делать всё, что я хочу. Но я считаю, что в ближайшие дни, сегодня, завтра и послезавтра, вот с сегодняшнего дня начинается саммит НАТО в Вашингтоне, Объединённый Запад должен показать ему, на что способен Запад. Чего бы хотел я? Я бы хотел, первое, создание мощного противоракетного зонтика над Украиной, когда силы НАТО будут официально сбивать всё, что летит в сторону Украины, и ещё патриоты поставить по всему периметру. Я хочу, чтобы Запад дал позволение Украине бить по территории России западными ракетами. Не для того, чтобы роддома уничтожать ракетами, нет. И детские больницы, как Россия делает. Конечно. Для того, чтобы бить по военной мощи России и по НПЗ, по энергетике. И я надеюсь, что Запад не побоится этих предостережений Путина и чётко обозначит, что Украина будет страной-членом НАТО. Вот чего я жду от Запада. Ты сказала о саммите НАТО, как раз сегодня первый день. То, что мы понимаем уже, то, что было где-то анонсировано или по источникам просочилось, вот подробности, что возможно будет на этом 75-м юбилейном саммите НАТО. Тоже, вот знаешь, вот всё символы. И этот же военный преступник, он же любит символы. Вот перед символическим саммитом НАТО он решил показать, какой он, мол, оторванный. Но вот если сейчас Запад не покажет и не даст ему по зубам, то это будет сейчас даже не удар по Украине. Это будет удар по Западу. Это будет капитуляция Запада. Вот из того, что было известно до этого, опять же, до этого удара, это то, что ключевыми темами станут укрепление коллективной обороны Альянса, «Помощь Украине в партнёрские отношения в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе». Значит, заседание Совета НАТО Украина на уровне глав государств и правительств стартует 11 июля, то есть это четверг, в 21.00 по Киеву. Саммит также посетит президент Украины Владимир Зеленский. И мы знаем о, в том числе, двусторонней встрече с президентом Америки Байденом. Значит, да, мы ждём позитивной новости по противовоздушной обороне, в частности, по Патриотам. Также, да, мы понимаем, нам нужно разрешение от НАТО бить по всей территории России западным оружием. Но сейчас, как мы понимаем, этого разрешения нет. Есть даже подтверждение от Кирби, что Пентагон не даёт такого разрешения. Более того, я тебе хочу сказать, что вот в «The Guardian» вышло открытое письмо, где западные интеллектуалы, ну, там, конечно, нужно разбирать, кто из них кто, но это представители разных ведущих западных университетов. Их там большой список, подписали большое письмо с призывом не брать Украину в НАТО. Это произошло в день этой жуткой террористической атаки по украинским детям, по украинским онкобольным детям. Вот что они тут говорят? Они тут говорят, можно без Украины в НАТО остановить Россию, но, правда, они не уточняют, каким образом они собираются её останавливать. Потому что НАТО – это для безопасности США и, в принципе, ну, других стран НАТО тоже. Но не для того, чтобы, по сути, это, я так знаешь, вольный пересказ, но не для того, чтобы, по сути, спасать мир. А спасая мир, сейчас Америка, страны Запада могут спасти себя. Дима, скажи, пожалуйста, хорошо, в итоге я хочу услышать, учитывая, что вот ты уже несколько месяцев говоришь о том, что по логике, по твоим ощущениям и учитывая информацию, которую ты обладаешь, ты считаешь, что в 2024 году война, ну, вернее так, военные действия могут закончиться. На сегодняшний день ты меняешь этот прогноз? На сегодняшний день я укрепляю этот прогноз. Я, да, укрепляю этот прогноз. Я считаю, что в этом году война закончится. И вот эта безумная атака Путина на киевскую больницу Ахмадет, она ускоряет этот процесс. Вообще он идиот, конечно, хочу сказать. Он конченый идиот. Он поступает иногда вопреки логике, вопреки всему. Но это от того, что он просто, он же не может быть всепонимающим. Он не понимает целого ряда процессов. Я уже когда-то говорил, он вообще не понимает Украину. Вообще не понимает. То есть только идиот мог поздравлять в 2004 году трижды Януковича с избранием президентом, когда президентом был уже избран Ющенко. Только идиот мог уговаривать Кучму в 2004 году вывести внутренние войска и разогнать Майдан, не понимая Украину совсем. Только идиот, опять-таки, мог так давить на Украину при Януковиче. И когда Янукович сбежал, не понимая главного, что Украина – это не Россия. Украинцы – это не русские, не россияне. И белорусы, кстати, не россияне. Это все разные, разные нации. Для того, чтобы убедиться, что белорусы не россияне, достаточно просто выйти на улицы белорусского города и рядом находящегося с Белоруссией города того же Смоленска и так далее. И сразу все понятно, что это разные народы просто, разные. Ты в Белоруссии не увидишь мусора нигде на улицах. Мусорных баков, заваленных этим говном всем, не увидишь. А в России сплошь и рядом. Причем рядом с Белоруссией, пожалуйста. А те засранцы, да? Да. Пьяные засранцы. То есть, он не понимает этого. И он думает, вот он считает, что на Западе его боятся все. Что он сейчас будет диктовать свою волю с помощью Китая и Индии. Что он все равно пропетляет. И он не понимает, что он уже перегнул палку. Вот просто перегнул палку. И тем самым процесс, о котором я говорю, процесс окончания войны, он лишь ускоряется. Мы это увидим. Каким образом? Уточни, пожалуйста. То есть, сейчас мы говорим о том, что у Украины улучшились условия. Конечно. Или ты хочешь сказать, что Путину стало после этого лучше, и он что-то таки выторгивает? Нет, нет. Вопрос правильный. Вопрос правильный. Я хочу сказать, что после этой страшнейшей атаки Украина получит от Запада гораздо больше для того, чтобы выкрутить России руки перед переговорами. Все. Мы получим гораздо больше. И загоним Путина с помощью Запада гораздо быстрее.